доброе утро мои хорошие хорошего дня отличного настроения у нас а такое солнечное жаркое утро бегу я в зубной спросился пораньше с работы сейчас поеду зубной записываться дуру тут надо залечить это же не дело в зубе дыра еще хотела сказать подписчикам убедительная просьба вам ко всем не лезьте ко мне в душу все что вы хотите обо мне узнать вы узнаете здесь на youtube что положено знать а то что не положено я в личных и сообщениях типа телефона сообщать ничего не буду не буду вас пускать свои врата рая они обижайтесь вот я думаю что это правильно ну вот чуть-чуть короче записалась я врача стоматологу и парандартологу на 28 число и немножко поздала на автобус номер посад решил зайти в аптеку аптека закрыта с 8 открывается маме надо купить лекарства там метроформина заканчивается информина закончится да так я не договорила по поводу не надо мне лезть в душу я буду перед вами исповедоваться вы никто я вас вообще не знаю никого я веду свой канал показывает свою жизнь то что нужно показывать а то что не нужно за кадром вот так что прошу вас тут не сердиться не обижаться не расстраивать себя как у меня вы не спрашиваете как как у меня жизнь у меня жизнь хорошая сейчас не мама идет на поправку и это самое главное это у меня на первом месте как-то с коли я не живу спрашивайте как у меня с поле с поле я не живу как вы смели заметить в кадрах николая у меня нету работаю общаясь я очень много общаюсь поэтому телефонных звонков и я общаюсь очень много по телефону с людьми и в реальной жизни общаюсь и вот я уже устаю от этого всего и как бы ничего предлагайте того поболтать по телефону ночью мы с вами болтать вообще с кем нужно мне служить который меня курать в реальной жизни я правда говорю зачем учета говорить придумывать я пустослонством не люблю заниматься ну вот как-то так вроде бы сказала пока все что хотела думала вчера вечером свои мысли и слуху высказала хочу вам рассказать по поводу как нас обманывают работодателям вот сейчас вам расскажу такую вот историю которая приключилась со мной в прошлом году я работала в красном костюме младшую медсестрой по уходу за старыми больными людьми у меня есть на канале в ролике где я рассказывала на эту тему все и судилась я с ними кто-то уже смотрел кто-то еще не смотрел очки можете посмотреть там найти на канале если будет вам интересно и недавно буквально я узнала позавчера что они меня записали как трудовой книжки допустим сюда решение суда там все это было у нас трудовой книжки что я отработала все эти три месяца по сочному трудовому договору направленная с биржи труда книжки-то оформили печать то поставили была и принятая 16 сентябрем и уволена по собственному жилу а срочного договора 24 декабря печать стоит подпись их не стоит а на фактах нет я не работала у них представляете об этом я узнала совершенно случайно зайдя к себе в госуслуги а потом через госуслуги я зашла на портал пенсионного фонда отправила запрос по поводу вы отправил запрос на выписку да как там хотела бы просто проверить а имя написали написали хотя они прямо обещали еще в суде обещали прям так все мы там вам запишем все распишем короче чтобы страшно вошел да вот и казалось меня не обманули выписку меня пришла и как бы там не было указано что я у них работала потом я обратилась уже сходила в пенсионный фонд вчера я думала у меня иллюзия какая-то у меня туман в глазах я не верил своему разам что перепроверить меня перепроверили все же не сказали нет потому что почему говорю нет потому что видимо они не отчисляли никаких налогов там за вас ничего как бы да вообще я нигде не числюсь там только фиксированная в трудовой книжке мне предложение было или позвонить или обращаться в суд и в суд я позвонила к ним только николаевне заметительно начальника красного креста спросила она сказала она не в курсе этих событий она дала как бы указ чтобы бухгалтерия меня зафиксировали да вот потом она сказала она узнает бухгалтерии перезвонит ко мне прошло минут десять она не перезвонила позвонила я к ней позвонила я к ней и она сказала а что вы уже собираетесь на пенсию а я сказал ольга николаевна дело то не в этом причем я собираюсь на пенсию не собираюсь чуть такой что за обман почему у меня старше не стоит три месяца тут если ближе пить тут каждый день как варится торт а вот и конечно я была шокирована да вообще мне было крайне просто знаете неприятно она сказала у нас не было денег сейчас там обещали помочь в течение этого месяца или следующий месяц конечно же мы как бы передать делал пенсионный фонд ваши данные оплатят там но кита вклады до нужно оплатить вот опять же пообещала а то же если вы и магат этого не сделаем вы же будете с нами судиться и конечно буду судиться нет я не буду ждать следующий месяц я не буду ждать когда они мне будут там еще годами короче обещаниями у меня и не стек еще как бы срок до давности но судебного процесса с ними примирения вот и соответственно я сейчас буду на дне подавать опять на них риск в суд обращусь сейчас юристом которая мне помогала создавать заявление обращусь опять к ней обстоятельства дела вот и буду конечно соответственным образом подавать в суд вот какие у меня дела буду наказывать их а что делать запись есть трудовой а стажа нет это же обман это аферисты они не только меня обманули они обманули государства правильно за это нужно наказывать я молчать не собираюсь но как-то всем хорошего дня отличного настроения ставьте лайки подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик и всего вам доброго всем пока пока с вами была я багира на канале дневник багира